Выезжаем домой. Смотрите, как голландцы у нас катаются с холодильником. Нам последний хорватский обед приехал. На кольце всё в кактусах. А вот и пробка не заставила на себя долго ждать. Все водители, извиняюсь, суту везли, как эти свиньи. Вонища такая, капец. Бергает вообще, охренеть. В 40 еду, уже пройдёт туманки, плюс её ни черта не видно. Ну всё, друзья, 12 августа наш отпуск подошёл к концу. Мы уже зацепились, собрались, в душ садил я. В общем, всё, мы трогаем, выезжаем домой. Место мы наше убрали, соседские собачки гавкают. Вот так вот мы стояли под деревом, шикарненько всё. Ну всё, зацепились, все стоять ждут. Сейчас выезжаю, поеду вниз, там на кольце развернусь, а то я тут такой градус 120 градусов. Я просто с этим 12 метров я не грубил. Смотрите, вон трактором тащат. Некоторые люди оставляют здесь свои прицепы, домой не таскают. И вот так тракторишка их потом со стоянки сюда притаскивает, когда они приезжают в отпуск просто на легковой. Их притаскивают. Ну а мы, друзья, 11.45, мы покидаем, к сожалению, территорию кемпинга. Ну, надо ехать домой, куда не денешься. Отпуск подошёл к концу. Шлагбаум открытый, людей много заезжает сюда ещё. Но мы движемся в сторону дома. Было всё-таки место за территорией. Встали мы, сейчас пойдём. Вернёмся на кемпинг, покушаем ещё. Ну, в принципе, пока ещё не сказали, но покинули. Были всё-таки надежды, что мы найдём место. Вот так вот мы здесь в рядах встали. Здесь стоянка чисто для волнмобилей, волнвагонов. Вот так вот мы его выкинули с машинкой. Всё полно, полно, полно. Сейчас пойдём покушаем. Смотрите, как голландцы у нас катаются с холодильником. На пацанок поставили так. И катаются. Люди на паровозике гоняют, на поезде гоняют, катаются. Ещё настроение пока у нас огонь. Магазинчик Little Market, дорогущий. Эх, идём ещё по территории. Ещё ништяк. Эх, пришли на мостик. Ещё раз сверху глянуть на кемпинг. На вот это шикарные виды этого Атриатического моря. Шикарнейшего залива. О, мы-то пришли в наш любимый олива-грилл ресторан. Никого нет, как Кевин говорит. Йоу, мы будем сейчас одни есть. Здесь ещё пиццерия. А здесь сам ресторанчик. Здесь уже столики есть, можно посидеть. Нам нравится там внутри. Снова вот этот бургер с Кримсом, Крипсом. Короче, морской бургер. Смотрите, какая они, офигенно здесь обстановочка. Столы такие натуральные, деревянные. Ещё шикардос. Сейчас сядем, пообедаем. С классным видом. С последним шикарным видом на море. Смотрите, как всё заплетённо. Офигенно, классно. Столы вот эти, это вообще прикольно. Чётенько здесь, смотрите. Последний хорватский обед приехал. Аппетитненько, вкусненько, смотрите. Ну вино, классно. Сícia? Нет, секунь. Данкишин, данкищин. Данкишин, спасибо. все по-русски на и мы сегодня все одинаково раз мы на море море покидаем чтобы нам долго не хотелось морских продуктов решили все кольца кальмара поесть не ела а я ел вчера помню когда но все равно я решил кольца кармара ну и сегодня конечно кока-кола на как я сегодня водятел ударе у нас решила бухнуть и спать что так друзья кто с нами кушает приятного аппетита кстати кольца кальмара смотрю дикие аппетитные вообще свеженькие такие вкуснее офигенно камера не хочет продаваться соус такой тоже источный вкусненький но свежайший помос вообще вкусно покушали от души налопались такие порции здоровы так все вкусно свеженько чего как-то со мной вера какой-то на номера здоровущий такой фига себе вот это вот это вот листья на кулак не наш тоже небольшой 0 ну иди копай закапать память ресторанчик моря но мы домой что морюшка говорим тебе пока следующего раза не знаю когда мы еще будем хоровать и на все равно смотрите ком монстр доджик рэм заехал такой прицепу офигенный тоже какой-то или тоже прицеп американец или самоделка не знаю да или американец прицеп или чего вообще непонятно вообще вообще откуда он по номерам но наши местные фразин шакода крутого взрыву его велики то там закреплены немцы до ввм немцы но все равно офигенный такой у них прицеп даже вон вагонов не могу назвать про рецепт такой с великами все но четенько офигенно выезжаем из кемпинга на главную дорогу при выезде здесь и кафе и масло овощи фрукты всякое-всякое продают здесь также вот справа имеется большая стоянка на котором можно свой вон вагон оставить на хранение здесь довольно таки много в основном все такие старенькие все что поновее везут домой здесь тоже продают овощи и фрукты арбузики все там что хочешь йоу друзья гуляли мы когда-то с той стороны смотрели на эту дорогу по вдоль побережья по вдоль нашего кемпинга а теперь мы едем и смотрим снова на наш кемпинг нас все обгоняют потихоньку потому что вот то побережье как раз таки то есть наш кемпинг лантерна премиум ресот такие здесь виды гену да красавица моря цвет воды такой шикарнейший вообще блестит за бортом плюс 30 мы домой едем но ничего в германии тоже нас дома 31 градус не обидно возвращаться обидно было без ли у нас как всегда дождь но все-таки нам везет дорога идет прям среди оливковой рощи слева справа другом одни оливковые деревья смотрите какое красивое кольцо у них на кольце все в кактусах офигенно красотища такая клёво да на анон сейчас будем билетики стянуть руки у меня короткий были буквально минут 10 проехали по автобану все и хорбатский автобан закончился сейчас мы заплатим сюда ехали 265 запад сейчас посмотрим сколько на обратную дорогу заплатим 2 евро 60 центов за 10 минут проехать по автобану андрюня вот едем и граница республика славения а вот там впереди у нас он границы на котором ничего нет да и проедут впад видишь ни одной машинке нет ни перед нами аппетит спокойно есть единственно что ограничение скорости выясок у них больше него нет полица запугает Видишь? Стоит такая картинка, как будто бы полицейский. Е-Е-С, Е-Е-С или Э-Э-С. Вот вся граница. Никого, ничего. Полиция стоят в машинке, а так вперед до родины, как говорится. Смотрите, какая пробка из машин со Словении. Выезд внизу у нас город Коппер. Вот такая вот небольшая пробочка из немцев, из Словении, итальянцев. Кто хочет в Хорватию ехать. Мы уже в Словении, мы уже границу прошли. 40 минут и мы в Словении, как будто бы в Хорватии не бывали. Обидно. Но было классно в Хорватии. На морю отдохнули вообще улетно. Две недели ребят пролетели, как будто бы три дня, блин. Сейчас очень быстро. Ифигат народу. Две полосы, значит, еще стоянки. Все едут и едут. Сейчас мы спускаемся. Пару машин даже наших местных встречали мы. Гонят. Люди-то все едут с хорошим настроением. Вау, нам чуть-чуть осталось, море будет через 45 км. А мы уже... А мы уже довольно отдохнувшие домой едем. На работу, да, Даша? Угу. Сегодня суббота, в понедельник Дарья. Уже в первую смену полпятого вставать не на работу. У меня еще неделька отпуска, но все равно у меня дома работа есть. Ремонт заканчивает, пилить нужно. Зал в столовую, с прихожкой все вместе. Так что едем все равно домой и будем дома трудиться дальше. Так вот, год ждешь, ждешь этот отпуск. Этот кемпинг мы в декабре уже резервировали все. И вот, 8 месяцев ожиданий, и раз отпуск пролетел, и все. Коротко по обстановке. Мы перед Любляной, уже на километров 15 в пробке толкаемся. Что наша сторона так толкается? Что та сторона так же стоит? Уже километров 10, наверное. Там они перестраиваются в одну полосу все, но все равно. Все стоим. Машин куча, толпуча. Так что вот так вот. Нам до дома еще 510 километров. 130 мы проехали. За 2 часа не будет. 15 километров так вот уже толкаемся. Что, друзья? 200 километров прошли. Нам еще 450 дома. Только в Словении. В Словении подешевле соляра, чем в Германии. Поэтому надо заправить. Сейчас зальем до полного бака. Здесь у нас соляра 1 литр. 1 евро 84,6. Ну, не дешевая, но надеюсь, что лучше соляра, чем в Хорватии. На хорватской соляре за 1,41. Что-то плохо как-то она тянет у меня. Либо горки чур-чур большие. Так что вот так. Заливаем сейчас. Посмотрим, сколько она у меня съела литров за 200 километров. 190 если честно. Показываю. 18, почти 19 литров за 190 километров. То есть 8-9 литров, да? Чуть больше 9 литров. Где-то 9,5 литров. Ну, подъемы я конкретно топил, газовал. Потому что не переключался на пониженную приходу. Не кинуло. Не знаю. Все, заправились. Мы в Словении быстренько по маленькому сгоняли в туалетик. Все, рвем когти и погоним сейчас дальше. Потому что перед нами караванки туннель. Где-то 45 километров примерно до него еще. Но все указатели светятся. Стоит, что от 10 до 15 километров. Робка, да, друзья. Гребаный караванки туннель. Самое бесячее место для нас, для меня, по крайней мере, в направлении Хорватия. Ну, никуда не денешься, нужно ехать домой. Будем стоять, толкаться и ехать. Что, вот эта пробка не заставила себя долго ждать. 9 километров. Раньше 10 моргало, а сейчас наки отдельные. 9 километров. Вот так вот. С этой стороны бетонная стена. Здесь бетонное такое заграждение. И никуда не выехать, никуда не съехать. Так вот карманы. Сейчас 250 метров от кармана. В карман можно съехать, если вдруг что-то. Вот так. Стоим вот так вот. И полетемся за румынами. За дачей румынской. Либо Рено Логан. В России они Логаны, а в Европе они дачи. Вот так вот. Мило. Ну, красиво. Солнышко светит. Горы. Перед туннелем пробка из-за того, что в туннеле одну полосу ремонтируют. Один проход. Поэтому через одну дырку все ведут. Через один проход. То есть одна полоса туда, одна обратно. Поэтому вот такая пробка. Из двух полос в одну сливаются все. Плюс там еще потом скорости границы. Словения, Австрия. Поэтому вот такая катавасия постоянно здесь. Допинались мы наконец-то до места платежки за караванки туннель. Полтора часа мы вот в пробке. Пинались. Не знаю, как дальше будет. Дальше вроде свободно. Отсюда выезжает и вроде свободно. Время вот 18.52. В пробку мы встали где-то пол шестого было. Полтора часа грубо. И что вот так. Так и пинаемся. Сейчас 7-8 сплотим. И прям дальше. А вот он и сам могучий, зараза, караванки туннель. Длиной 7 километров 864 метра. Ух. Мощь мать ее. Все. Едем теперь мы по туннельчику. Вот видите. Одна полоса в нашем направлении. И одна полоса встречная. Вот поэтому здесь и пробка. Второй туннель получается на ремонте. Что, друзья. Встали в маленьком шумном месте. На паузе. На остановочку. Руки же в туалет. Заходил прям вдоль автобана просто в кармане стоянки. Заехали на заправку. А там вообще места не было. Вообще все полно. Одно место было, блин, где ЛКВ стоят. Фуры. Но вот такая вонь, блин. Где водители. Извиняюсь. Суп увезли. Как эти свиньи. Вонища такая, капец. Мы проехали что дальше. Здесь просто встали. В небольшом кармане здесь туалет есть. И все. В принципе нам больше ничего не надо. Заправляться не надо. Ничего не надо. Нам еще триста... Тридцать километров где-то для дома. Так что... Время девятый час. Сумерки темнеет. Ну... Сейчас перекусим. Сходим в туалет. И будем дальше копки рвать. По пробкам. Пока вроде Австрия более-менее свободная. У нас сейчас курит еще одна платежка. За Тауэн-туннели. Буквально где-то через 15-20 километров заплатим. Еще по-моему 13-50 что ли. И все. Там уже никаких платежек не будет. Там потом единственное, где пробка будет 100% это граница Австрии и Германии. Там еще придется потолкаться. Потому что там тоже все в один ряд. Ну... Куда не денешься. Тридцать километров. И мы будем дома. Стол освободился. Решили мы тут на столе все-таки посидеть. Не там прям возле дороги в багажнике кушать. Раз стол свободный. Мы тут пару булочек брали. Всякого такого. Кстати, показать хотел. Вот такой вот пепси нашли мы в Хорватии. В Хорватии еще пепси для мета. Прикольная такая вкусная. Офигенная пепси. Айс-кафе. Банка в зале. Тут что-то с сыром, да? А тут какие-то сладкие сырные и сладкие булочки. А это у нас еще колбаса. Еще немецкая колбаса наша. В холодильнике лежала. Ну, дорогу пригодится. Самое то. Автопоезд нас вот так вот стоит. Ленящий. Смотрите. Машина против прицепа или прицеп против машины. Со стороны посмотришь. Думаешь, блин, ни хрена себе. Как мой гольф тащит в такой большой сарай, а? Он тут стоит. Там, по-моему, Беха или что-то. Беха, по-моему. Немцы тоже. Так у них маленький Ван Ваген. А мы против никак. Да и дороги большие. Друзья, я сказал, что у нас булка с сыром. Ни хрена, ни хрена. Смотрите. Она у нас тут с хорватским фаршем. Большая такая слойка. Офигенно. Прикольно. Вкусная. В топочку. На второй, на стоянке. В авторе. Залетает вообще. В топку. Только так. И надо мной все смеются. Поняли? Что, я в топку? Вкусно. На морде, правда, на полморды герпес. Но ничего, мы с моря едем. Отдыхали, загорали. По барабану. Никто бы не заметил, что бы ты сказал. А? Никто бы и не заметил. Все заметили, не ври. Что, друзья, перекусили. Прогулялись. Сопачку выгулили. Пора и газовать. Дальше ехать. Теперь, наверное, включение будет на границе. Австрия, Германия. Покажу, будет там пробка, не будет. Приехали на последнюю платежку. Плотим сейчас за Таурун-туннели. Туннель мы только что проехали. Сейчас заплотим. Все и до дому. 318 километров. До самого дома. Здесь, кстати, заплотим сколько? 13.50, да? Угу. 13.50. Еще разок. Уже поборы закончатся. Естественно, ни хрена не видно. Едем при скорости 40, 50 вот. Резко дождь, как из ветра все равно. Драко стена. Ни хрена не видно. Не знаю. Как вам. На меня вообще не сохранились. Нас напугались. Нас напугались. Прям резко. Три капли как долбануло. Как будто прям из ветра облили. Ну и град пошел. 13.50. Три капли. Три капли. Сверхает. Вообще оферня. 40.50 еду. Протива туманки. Ни черта не видно. Без ветра, будто бы похода. Оно хорошо мотру молитесь и помолитесь. Не видно ни черта. Но надо гонять. Передо мной вон бабин тоже идет, надо его догнать, чтобы быть по нему, ориентироваться. Болосы почти не видно. Вот вы что. Все стихает, но все равно. Страшно было, прям стена. Лобысь. Не можно, естественно. Граница, да, и сбок. Приближаемся, мы уже к дому ближе, к Гормании. Соляра, кстати, на границе Германии, Австрия 2 евро 12 центов, представляете? Офигеть. А вот и знак стоит с правой стороны у нас. Bundesrepublik Deutschland. На удивление мы тут вообще, только газ бросили, ограничение 30, 60, там дальше 30 стоит. И вообще, пробок нет вообще, на удивление, если честно. Обычно мы тут с А1 автобана на А8 в пробке стоим. Здесь четко вообще, свободно, можно сказать, хорошо. Только газ бросили, и все, едем, едем, едем. Четенько. На удивление, но хоть тут повезло. Хотя дальше говорит по 8 автобану пробка. Так что будем посмотреть. Граница уже все, 10 километров, полицаи тут стоят. С автоматами, пулеметами. Так покосился, что мы снимаем. Нормально, все четенько. Все, вот и вся граница. Мы в Германии, и... Сейчас никто не тормознул. Наконец-то. Наконец-то. На родной земле. До дому еще 212 километров. Да поперли, пошли на взлет. Друзья, все мы дома. Вернулись. Все отлично. Доехали. 10,5 часов были дороги. Были немножко пробки. Но все равно все отлично, все четко. Спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Всем пока-пока.